Девушки отдыхают Они превращаются практически в немощных стариков, а точнее в детей, которыми вы были когда-то, когда вы были такими же маленькими. И вот теперь родители ваши превращаются в таких же старых, но детей, которым также необходима помощь, как когда-то они оказывали эту помощь вам, когда вы были маленькими детьми. И я здесь слышала несколько таких статей, прочитывала, когда люди, причем психологи, ведут целые диспуты на тему о том, что молодые люди ничем не обязаны своим родителям. Они не обязаны им помогать, они не обязаны тащить мешок со старой рухлядью на своих плечах в жизнь, в далекое большое будущее. Вот такие высказывания, причем я говорю, это целые лекции. Даже в Швейцарию приезжал такой один психолог, который точно так же говорил. Я удивилась, как это так можно, как можно учить этому молодежь. Но это целая программа по наущению детей бросать своих родителей, бросать в дом престарелых, на плечи государства перекидывать. Но это ведь из той же самой серии, когда родители могли бы бросить вас и отдать в дом детский дом, в дом малютки, куда угодно. Вот эта серия детских домов, куда бы вас могли отдать ваши родители, но они не отдали. А соответственно, они вас вырастили. А если они вас вырастили и не отдали, то какое право у вас? Моральное право у вас сдавать их в дом престарелых. Да никакого права у вас нет. Вы просто в силу того, что вы сильнее в своей жизни, вы захотите их сдать, освободиться и не чувствовать вот этот мешок с костями стариков на своих плечах. Причем это как тенденция входит в жизнь многих людей. В Европе это вошло и в России теперь это начинает входить. Вот некоторые азиатские республики, они как раз оберегают родителей. У них почитание родителей было всегда высоко. И на Кавказе тоже, как вы знаете, почитание родителей всегда высоко. Даже вот я могу привести в пример, что Рамзан Кадыров построил великолепнейшую мечеть в честь своей матери в городе Грозном. И вся Чечня знает, что это мечеть его матери. Вот такое уважение нужно оказывать. Но оказывают уважение только Кавказ и азиатские республики наши. Но средняя европейская часть, она думает, что это мешки с костями и зачем нам нужно их нести. Так вот, я вам хочу сказать. В Кыргызстане предлагают лишать свободы тех, кто бросил своих родителей. Родителей. Знаете, если вам это тяжело, нести своих родителей за плечами, так как когда-то они вас несли на своих плечах. А сегодня вам это тяжело. То есть вы не понимаете вот этой взаимосвязи между молодостью и старостью. А вот тогда вступает в силу закон. Давайте я вам почитаю этот закон. Может быть вы согласитесь, может быть вы не согласитесь. Это дело ведь совести каждого. Если вы не потеряли совесть, вы будете заботиться о своих родителях до конца их жизни. Вы не сдадите их в дом престарелых, не освободитесь от них, как они могли бы в свою очередь когда-то освободиться от вас, сдав вас в дом малютки. Они этого не сделали. И вы считаете, что они обязаны были вас воспитывать. А вы теперь не обязаны. А нет. Ведь бумеранг, он совсем другой. Итак, я вам прочитаю про Кыргызстан. Это сегодняшняя такая заметка. Поправки в Уголовный кодекс на общественное обсуждение вынес депутат парламента Тазабек и Крамов. По его словам, сегодня участились случаи, когда совершеннолетние трудоспособные дети оставляют без уважительных причин нетрудоспособных и нуждающихся в материальной помощи родителей в домах для престарелых. Тазабека Крамов Тазабека Крамов предлагает предусмотреть в Уголовном кодексе наказание в случае, если уклонение от исполнения решения суда длится более трех месяцев в течение года. В частности, за это будут наказывать исправительными работами третьей категории или штрафом четвертой категории или лишением свободы первой категории с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет со штрафом первой категории лишения свободы первой категории предусматривает срок лишения свободы до двух лет шести месяцев. То есть людей, если они не исполнили свой гражданский долг по отношению к своим родителям, будут сажать на два года и шесть месяцев. Штраф четвертой категории для физических лиц от 1,8 тысячи расчетных показателей до 2,2 тысячи. Это где-то 220 тысяч сомов. Согласно Конституции Киргизии, уважение к старшим, забота о родных и близких, обязанность каждого. В соседних государствах, например, в Таджикистане для лиц, уклоняющихся содержать родителей, предусмотрено уголовное наказание, принудительные или исправительные работы. Закон, если его примут, то вступит в силу 1 января 2019 года. Ну вот видите, мы дожились до такого состояния, когда нужно принимать закон о стариках, закон о старости, о неприглядной старости, когда дети бросают своих родителей и не хотят заботиться. А вы как заботитесь о своих родителях, вы не сдали их в дом для престарелых? Я Таня Карацуба, Сиит Бурхан. Таня Карацуба